Здравствуйте, я Акулевский Василий Андреевич, преподаватель Центра исследования безопасности информационных технологий. Я сегодня вам расскажу о новом курсе по требованиям положения Центрального Банка России номер 382П. Почему мы говорим об этом именно сейчас? Положение вышло достаточно давно, о нем все знают, все выполняют, и эти требования сегодня для банков являются, ну, как отче наш. Тем не менее, с вступлением в силу 1 июля 2018 года новой редакции требований Банка России появляются совершенно новые, принципиально изменяющие отношения к информационной безопасности положения. В первую очередь, состояние информационной безопасности становится основополагающим моментом для вычисления дополнительного капитала банка. Это означает для банков, для собственников банков, что если вы не выполняете требования информационной безопасности или выполняете их недостаточно хорошо, банк замораживает свои средства, которые он уже не сможет использовать. С другой стороны, изменяется система оценки этих требований. Если раньше упор делался в основном на compliance в соответствии документов, процессов, то сейчас упор делается на то, чтобы практически проверить информационную безопасность, тестировать ее на уязвимости и в результате этого тестировано принимать решение, работает у вас безопасность или не работает. А для того, чтобы практически проверить, становится совершенно по-другому вопрос об отношении к программному обеспечению. И поэтому в новом положении, в новых требованиях Банка России совершенно по-другому стоит вопрос применения программного обеспечения. Становится вопрос о сертификации или обеспечении доверия. Процессы разработки должны быть по-другому построены. Требования безопасности должны реализовываться и с самого момента от идей до утилизации программного продукта. Требования по тестированию, требования по оценке уязвимости программного продукта становятся обязательными для всех участников процесса проведения платежей. Еще одно новое требование, но оно будет касаться не всех, а только тех, кто опоздал. Тех, кто не успел в рамках своих систем дистанционного банковского обслуживания разделить процессы формирования и подтверждения платежных поручений. Теперь это придется сделать всем. Изменения в уровне угроз потребовали совершенно другой системы сбора информации и ее оценки. Поэтому в рамках нового положения изменяются требования к отчетности банков как ежедневной в рамках всех выявленных угроз, так и их экономической значимости в рамках месячных отчетов. Изменяется оценка состояния информационной безопасности. Теперь самооценкой банки не могут заниматься. Это должна делать сторонняя организация, имеющая специальные компетенции. Все это вместе создает новый фон, новый уровень осознания информационной безопасности, а самое главное дает уверенность в том, что процессы, которые реализуют требования информационной безопасности, полностью соответствуют требованиям. И это создает уверенность в том, что мы можем продемонстрировать и центральному банку, и клиентам банка, и его партнерам эту уверенность. В связи с тем, что изменились требования, изменились структура этих требований, мы предлагаем этот курс для более широкой аудитории. Мы приглашаем дополнительно собственников банка, руководителей подразделений рисков, мы приглашаем руководителей подразделений внутреннего контроля. Ну и традиционно мы ждем на эти курсы и представителей подразделений информационной безопасности, и представителей подразделений информационной технологии. В этом курсе мы расскажем и о традиционных методах, и о всех новшествах, о которых я уже упоминал. Самое главное, что в результате этого курса вы получите не только знание о том, что надо делать, но вы получите понимание, зачем вы это делаете. В результате этого знания и понимания у руководителей банка сформируется уверенность в правильной организации информационной безопасности в ее хорошем уровне, достаточном для того, чтобы продемонстрировать ее и для центрального банка, и для клиентов, и для своих партнеров. Мы ждем вас на этих курсах. Приходите к нам в учебный центр ЦИБИТ, и вы получите все эти знания. До встречи!